Как говорил Харлампев, если не плотно, значит не борьба. Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Малышев Павел. Я заслуженный тренер России по боевому самбо и соучредитель GM Promotion. Это мой ученик Виноградов Виктор, профессиональный боец по ММА. Две победы, ноль поражений. Мы сегодня вам покажем и разберем несколько проходов ноги в ММА. Для того, чтобы пройти в переднюю ногу, самый элементарный проход, наношу ему два удара. Раз, два. Для того, чтобы он поднял ручки, встал на заднюю ногу. Когда он разгрузит переднюю, я с шагом влетаю в нее. Только определенно нужно делать одновременно шаг не только ногами, а вместе с телом. Из этого положения я прихватил очень плотно, для того, чтобы забрать у него опору из-под него. Убеждаюсь, когда ее нет уже, я просто начинаю давить ему на таз. Кладу сюда. Здесь я продолжаю его контролировать. Могу пробить раз, два. Здесь я проталкиваю, занимая положение full mount. Чтобы выполнить второй вариант прохода, я делаю то же самое, примерно так же. Я пробиваю двойку. Из этого положения я выкраиваю себе в секунду, для того, чтобы он освободил переднюю ногу. Прохожу в нее. Он успевает поставить блок, где я не могу обойти ее. То есть я пытаюсь перешагнуть ее, у меня не получается. Я прихватываюсь крепче. Также у него нет одной опоры. Мне нужно методом циркуля завести ногу назад четко по кругу и посадить его на эту же пятую точку. Давить туда же, куда мы давили в первом случае. Соответственно, я делаю раз. Остаюсь держать его ногу, контролировать. Отбрасываю, прохожу гард с ударом. Занимаю доминирующее положение. Третий вариант у нас самый агрессивный, самый амплитудный. Это когда спортсмен, противник ваш вставляет вам ногу, вот как во втором варианте. Просто очень самбисты и юдаисты любят это делать. Я также вывожу дергу раз-два, раз-два пробиваю, прохожу в ногу. Да, здесь получилась такая ситуация, что он выдергивает ногу. И мне не вариант его не закрутить циркуля, как я в предыдущий раз показывал, никакие другие элементы использовать. Перехватываюсь правой рукой максимально близко к его паху, подтягиваю его к себе. И левая рука моя бьет ровно над коленкой к нему, да, то есть где крепление в четырехглавой мышце бедра. Я бью ему сюда одновременно, да. Мне не нужно его поднимать вверх, не нужно каких-то амплитуд бешеных делать. Это просто как в американском футболе сбить его нужно. Какие могут быть ошибки при выполнении прохода в ноги? Первое, прежде всего, это неправильный выбор дистанции, да. То есть мы для того, чтобы подобрать дистанцию, нужно поработать джебом, передняя ручка и примерно подкрасться под него. Под него, да, опять же, вы этим же движением его отвлекаете немножко, да, то есть он заостряет внимание на ударах, поднимает руки для того, чтобы защититься. Вы пользуетесь этой самой секундой для того, чтобы пройти к нему в ногу. Если мы не подбираем дистанцию, просто без подготовки, там, пытаемся прыгнуть к нему в ногу, у нас ломается спина, да, он может нас встретить, да, соответственно, головой мы первой лезем. Либо может провалить, да, когда мы не достаем и накрыть нас сзади, да, что тоже не так радостно окажется для вас. Второй нюанс – это специфика ММА, того, что отличается от вольной борьбы, что партнер у нас стоит выше, чем вольный, либо в грэпплинге, либо в БЖЖ. Нам достаточно подсесть и не опускать колено на пол, не вставать на пол для того, чтобы оставаться заряженным на ногах, да, соответственно, отсюда производить бросок. Третий весомый нюанс того, что многие спортсмены не могут выполнить проход ноги, это потому, что они осуществляют его неплотно, да, то есть мы проходим в ногу, берем, а она здесь болтается, у нас здесь люфты и все прочее. Нам нужно ее подтянуть к себе максимально плотно и прижать к себе. Как говорил Харлампиев, да, то есть это, если не плотно, это не борьба. И из этого положения уже я начинаю его грузить, просто прижимаюсь к нему и гружу его без лишних движений. С вами был Павел Малышев, Виктор Виноградов. Лайкайте наше видео на Blood and Sweat, подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте GM Promotion. Всего вам хорошего, друзья. Сегодня мы с вами рассмотрим технику дзюдо, а именно один из вариантов передней подножки. Для правильного выполнения передней подножки вам необходимо сделать хорошее выведение ядра на вещи, то есть тяга руками. Далее вы делаете подшагивание к нему. Далее вы делаете подшагивание к нему.